Привет, друзья! Сегодня я решила провести для вас мастер-класс по созданию специальных коробок для хранения вещей. Но сегодня мы будем делать одну коробку. Вообще, на самом деле, такую коробку можно приобрести в любом магазине с разными товарами для дома. Хоть они и различаются по размеру, все-таки они не очень подходят для наших шкафов, особенно для тех, которые сделаны на заказ. И в данном случае мне нужна коробка, которая заполнит все пространство полки. Я буду хранить в ней шапки, шарфы, платки. Начинать нужно с того, что нужно собрать каркас подобной коробки из картона. У меня были картонные коробки из-под напитков. При помощи скотча я склеила одну большую коробку, которая устраивает меня по размеру, заполняет полностью полку. Вот такого плана получилась большая коробка с половиной у меня в высоту. И, естественно, вот такого размера я точно не могу найти ящик в магазине. В таком виде, естественно, коробка совершенно нам не подходит. Ее нужно обработать тканью. Вот эти боковинки у меня будут коричневого цвета. Врала я ткань габардин. Можно, в принципе, брать любую другую, лишь бы она устраивала вас по оттенку. Внутренний чехол съемный, который можно будет постирать, будет бежевый цвет. У меня уже здесь заготовлены все детали. Мне остается только прострочить, обметать, отутюжить. И сейчас я попробую объяснить, каким образом это все можно будет собрать. Но начинаем мы с коричневой ткани, которая будет отвечать у нас за боковые части. И сейчас нам нужно сточать наши детали. Теперь срезы, которые у нас получились в этих наших боковинках, их нужно обязательно облетать. И срезы по вот этим вот самым длинным сторонам тоже нужно обязательно облетать. Иначе они распушатся. Не забываем отутюживать наши швы. Для съемного внутреннего чехла у нас, в общем-то, получилось тоже такого плана. Труба, не труба, в общем, длинная боковинка. Но при этом не забываем о том, что в съемном чехле сантиметров 5 должно выходить на лицевую сторону. За счет чего, в общем-то, чехол будет и держаться. И вот эту сторону мы тоже обметываем. А затем просто подгибаем и отстрачиваем. Для внутреннего чехла у нас есть донышко, которое мы будем соединять с вот этой вот большой тряпкой. Вот такого плана у нас чехол получился. Не забываем все разутюживать и обметывать срезы. Край чехла, который будет выглядывать у нас на лицевую сторону коробки, можно при желании украсить декоративной тесьмой. Что, в общем-то, сейчас я и буду делать. И теперь приступаем уже к самому интересному. Начинаем собирать всю нашу коробку. Переворачиваем ее вверх дном. Берем наш коричневый чехол для боковинок. Натягиваем на коробку. Здесь подравниваем, чтобы вровень было срезы и край коробки. Перевернули все. Взяли клей ПВА. И подклеиваем нашу ткань в коробки. Так, вот я не взяла тряпочку. Сейчас я буду вся из возюками, наверное. Так, у меня здесь все ровно. Здесь держим. По всему периметру надо проклеить. Вот эти части тоже нужно проклеивать, чтобы ткань не провисала. Клей ПВА чем хорош, что даже если вы им мазанули сверху, а в любом случае он через ткань проходит, выходит наружу и остаются следы. Так вот, когда он высыхает, он становится прозрачным. И не портит, соответственно, внешнего вида. После того, как все подсохнет, у меня, конечно, еще не высохло, но я вам покажу. Можно уже натягивать внутренний чехол. Вот так вот. Вот такого плана коробочка у нас получилась. В нее войдет очень много шапок. А у нас много всяких шапок. Для трех человек дома целую полку шапками, шарфами и платками можно вынимать смело. На этом у меня все. Делайте коробки. И до новых встреч!